Дай почитать Это земля маргинальная, мерцающая, калейдоскопно пересобирающаяся, напоминающая туманный фантом, радужную пленку на воде. Лирика – одна из форм физики, или наоборот. Для меня это очень личная книга уже потому, что мои дети – приморцы в пятом поколении. Дальний восток для меня не дальний и не восток, а место, где я живу, малая родина, неотрывная часть большой. Это цитаты из удивительно глубокой, поэтичной и незабываемой книги Василия Авченко «Дальний восток. Иероглиф пространства». Василия Авченко искренне ценю и люблю, как писатель. Мы, дорогие слушатели, говорили о двух его книгах. «Кристалл в прозрачной оправе», рассказывая о воде и камнях, и биография Олега Куваева, написанная совместно с Каравашко. Повесть о нерегламентированном человеке. Почему-то, как и Михаила Тарковского, Авченко хочется читать вслух, пробовать на звук, вкус, голос, слова, повторять, перекатывать, перечитывать, восхищаться и удивляться. Поразительно точно, красиво, нет, совсем не занимательно, не заискивающе перед читателем, без всяких постмодернистских игр, трендов и прочей англосаксонской ерунды. Жестко осязаемо и прекрасно, по-русски. Эта книга состоит из шести неравных по объему частей. Архипелаг, джетлаг, акватория, человек и проходы, небо, люди с крыльями, огонь на сопках Манджурии и слова. Василий Авченко, несомненно, удивительный писатель, развеивающий миф о темном и недалеком Дальнем Востоке. Автор пытается через иероглиф пространства понять свою родину, и малую, и большую. Через географию, культуру, историю. Помимо названных книг Авченко, автор биографии Александра Фадеева. Романа, написанного совместно с Андреем Рубановым «Штормовое предупреждение». Всего девять книг созданы писателем, и все они о Дальнем Востоке. Нет, не надо думать, что это нудная и тоскливая тема, на которую Авченко и подсел. Нет, это попытка осмыслить, описать, увидеть гигантское пространство от Харбина и Якутска до Магадана и Сахалина. Это незабываемая дешифровка иероглифа. Яркая, песенная, красивая и вдохновляющая. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok